Всем привет! Меня зовут Екатерина Токть и сегодня мы с вами сошьем блузку по выкороке Элины по тыквой блузка скол. Блузка среднего объема приталенного силуэта. По переду и спинке талиевые вытачки. Спереди планка, центральная застежка на петли и пуговицы. Воротник отложной со стойкой. Длинный вточной рукав. По низу рукава складка и разрез. Срезы низа рукавов обработаны приточными манжетами, застегивающимися на одну петлю и пуговицу. В нижней части блузки двойная баска. Ссылки на выкройки и магазин ткани оставлю в описании под роликом. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте рассмотрим. Деталь полочки. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении, метки перенесите. Есть данные о вытачке, также есть стрелка, обозначающая, в какую сторону вытачку нужно заутюжить. Деталь спинки. Раскрыть нужно одну деталь со сгибом, метки перенесите. Также есть данные о вытачке, ее местоположении и стрелка, в какую сторону нужно заутюжить. Деталь в верхней части баски, полочек. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении, метки перенесите. Деталь в верхней части баски, спинки. Раскрыть нужно одну деталь со сгибом, метки перенесите. Деталь нижней части баски переда раскроет нужно две детали в зеркальном отражении метки перенесите. Деталь нижней части баски спинки раскроет нужно одну деталь со сгибом метки перенесите. Деталь рукава раскроет нужно две детали в зеркальном отражении метки перенесите. Есть данные по разрезу, также есть данные как заложить складку и в какую сторону ее направить. деталь планки переда раскрыть нужно две детали краем грубым кроем проклеиваем дублерином есть данные и местоположение петель и пуговиц деталь окантовки разреза рукава раскрыть нужно одну деталь краем по косой деталь нижнего воротника раскрыть нужно одну деталь со сгибом краем грубым кроем и проклеиваем дублерином метки перенесите деталь верхнего воротника раскрыть нужно одну деталь со сгибом метки перенесите деталь стойки воротника нижняя раскрыть нужно одну деталь со сгибом краем грубым кроем проклеиваем дублерином деталь стойки воротника верхняя раскрыть нужно одну деталь со сгибом краем грубым кроем и проклеиваем дублерином. Есть метка местонахождения петли. Деталь манжеты рукава. Раскраять нужно две детали. Краим грубым кроем и проклеиваем дублерином. Есть местонахождение петли и пуговицы. Для работы нам понадобятся иглы универсальные, дублерин, нитки в цвет, 7-8 пуговиц диаметром 10-12 мм. Также пуговицы можно заменить рубашечными кнопками диаметром 9,5 мм. Кнопкам понадобится пресс для установки и специальные насадки. Шить буду из поплина. Данную ткань перед кроем обязательно нужно постирать и отутюжить утюгом с паром. И после декотировки и раскрою, у вас должно получиться. Одна деталь спинки со сгибом метки перенесите. Две детали получи в зеркальном отражении метки перенесите. Две детали рукава в зеркальном отражении метки перенесите. Нижняя баска спинки. Одна деталь со сгибом метки перенесите. Нижняя баска переда. Две детали в зеркальном отражении метки перенесите. Верхняя баска спинки одна деталь со сгибом. Две нижние детали баски переда в зеркальном отражении. Окантовка разреза рукава краем по косой. Деталь верхнего воротника краем по выкройке как он есть. Деталь нижнего воротника краем грубым кроем. Что это значит? Это к бумажной выкройке мы прибавляем 1,5-2 см с каждой стороны. Далее эту деталь проклеиваем дублерином. После проклеенную деталь совмещаем с бумажным лекалом, скалываем булавками и вырезаем по контуру бумажной выкройки, перенося все метки. Верхняя и нижняя стойка воротника со сгибом грубым кроем. Две детали манжеты рукава краем грубым кроем и проклеиваем дублерином. Две детали планки переда краем грубым кроем и проклеиваем дублерином. Все детали, которые мы кроили грубым кроем и проклеивали дублерином, нужно сноровить. Проклеенную деталь соединяем с оригиналом, фиксируем булавками и вырезаем по контуру бумажной выкройки, перенося все метки. Если вы кроили грубым кроем, тогда по низу планки пометки срежьте. Все детали к пошиву готовы. Приступим. С бумажной выкройки на детали полочек перенесите местонахождение выточек. Соедините деталь лицом к лицу, состыкуйте метки линии выточек, скалите булавками и проложите строчку на швейной машине. Строчку в вершине выточки плавно выведите. Также оформите выточки у противоположной детали переда и у детали спинки. Выточки приутюжьте и заутюжьте к центру. Далее соедините детали спинки и полочек лицом к лицу и состыкуйте плечевые срезы. Скалите булавками, источайте на швейной машине на расстоянии припуска 1 см. Далее эти срезы обметайте на верлоке. Швы приутюжьте, припуски заутюжьте на спинку. Далее соедините снова лицом к лицу и состыкуйте боковые срезы. Скалите булавками, источайте на швейной машине на расстоянии припуска 1 см. Далее эти срезы обметайте на верлоке. Швы приутюжьте, припуски заутюжьте на перед. Переходим к низу. Соедините детали баски спинки и переда лицом к лицу, состыкуйте боковые срезы. Скалите булавками, источайте на швейной машине прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Далее эти срезы обметайте на верлоке. Шов стачивания приутюжьте, припуски у верхней баски заутюжьте на спинку, у нижней баски на перед. Низ можно обработать двумя способами. Можете обметать на верлоке и подшить, либо можете закрыть московским швом. Я покажу, как сделать московский шов. Мы подгибаем нижний срез на изнаночную сторону на 5 мм и прокладываем строчку на расстоянии 0,5 мм от края сгиба. Продолжение следует... Срезаем припуск до 0,5 мм, подгибаем еще раз на изнаночную сторону и прокладываем строчку по строчке, которая уже есть. Продолжение следует... Точно так же обработайте низ у нижней баски, все хорошо отутюжьте. На лицевую сторону нижней баски положите верхнюю баску изнаночной стороной. Состыкуйте верхние и центральные срезы, состыкуйте все метки, скалите булавками. Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии ширины лапки. Приутюжьте. Соедините баски с верхом изделия лицом к лицу. Состыкуйте нижний срез детали спинки и переда с верхним срезом басок. Состыкуйте все метки, состыкуйте пересечения боковых швов. Припуски разведите в разные стороны в шахматном порядке. Скалите булавками и сточайте на швейной машине на расстояние припуска. Продолжение следует... Обметайте эти срезы на верлоке. Шов стачивания приутюжьте припуски заутюжьте на изделие. По меткам, перенесенным с бумажной выкройки, подберите нужную планку к выбранной стороне изделия. Соедините планку лицом к лицу с деталью переда и басками. Состыкуйте все метки, скалите булавками. По низу у баски должен быть свободный припуск 1 см. Сточайте эти срезы на швейной машине на расстояние припуска. Притачайте вторую планку. Шов стачивания приутюжьте припуски заутюжьте на планку. Противоположный свободный срез планки подогните на изнаночную сторону на 1 см заутюжьте. Согните планку пополам изнанка к изнанке приутюжьте. Разверните планку и согните ее лицом к лицу. Состыкуйте нижние срезы, скалейте булавками. Сгиб свободной стороны планки должен закрывать шов стачивания планки и изделия. Проложите строчку на швейной машине на расстояние припуска. Отсеките уголок планки, отсеките припуск до 4 мм. Выверните планку на лицевую сторону и все хорошо расправьте, особенно уголки. Отверните планку на изнаночную сторону изделия. Сгибом свободной стороны планки накройте шов стачивания изделия и планки. Зафиксируйте все булавками и приметайте. И я советую застоять деревянным утюжком, чтобы примять слои. И после того, как все сметали и приутюжили, проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от края. Готовые планки отутюжьте. Соедините детали верхнего и нижнего воротника лицом к лицу. Состыкуйте боковые и верхние срезы. Состыкуйте все метки, скалите булавками. Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии припуска 7 мм. Надсеките уголок припусков и срежьте припуски у нижнего воротника до 4 мм. Выверните воротник на лицевую сторону, хорошо расправьте уголки и отутюжьте. Состыкуйте нижние срезы обоих воротников, состыкуйте метки, скалите булавками. Приутюжьте образовывая перикант. Нижний воротник у вас будет ровный, по верхнему воротнику будет свобода, не пугайтесь. Отстрочите на швейной машине на расстоянии ширины лапки. Можете проложить строчку на расстоянии 1 мм от края по вашему желанию. Также на швейной машине прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края зафиксируйте нижние срезы воротников. Готовый воротник отутюжьте. У стойк воротника нижний срез заутюжьте на 1 см на изнаночную сторону. Теперь соедините верхний воротник с деталью верхней стойки. Соедините нижний срез воротника с верхним срезом стойки. Состыкуйте метки, скалейте булавками. Теперь соедините нижний воротник с нижней стойкой лицом к лицу. Состыкуйте все срезы, скалейте булавками. У нижнего воротника припуски отогните. И вот так проложите строчку на швейной машине на расстояние припуска 7 мм. Уголки припусков отсеките. На припусках сделайте рассечки на расстоянии 1,5-1 см, не доходя 1 мм до строчки стачивания. Отогните стойки, соединяя их изнанка к изнанке и все хорошо отутюжьте. Готовый воротник соедините с изделием лицом к лицу. Соединяйте с изделием со стороны нижнего воротника. Свободный срез нижней стойки соедините со срезом горловины изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками. Края стоек должны совпадать с краями планок. Проложите строчку. На швейной машине на расстояние припуска 1 см. Припуски горловины все заутюжьте на стойке. Накройте их верхней стойкой. Сгиб стойки должен закрывать шов стачивания изделия из стойки. Зафиксируйте все булавками и сметайте. А когда все сметали, я советую приутюжить и застоять деревянным утюжком. Далее проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от края стойки. Готовый воротник отутюжьте. Переходим к рукавам. С бумажной выкройки перенесите линию разметку разреза. Разрежьте по этой линии. Окантовку рукава согните пополам и разрежьте. Соедините окантовку разреза рукава с рукавом лицом к лицу. Насколько это возможно, разверните разрез. Соедините срез окантовки и срез разреза. На месте вершине разреза окантовка будет ниже. Почаще скалывайте булавками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии 5 мм. В месте где вершина разреза строчка будет проходить на расстоянии 1 мм от разреза. Не торопитесь, поднимайте лапку и расправляйте все складки. И сразу же проверьте, чтобы не было никаких складок. Если есть, то распарите и сделайте заново. Все припуски направьте на окантовку. Согните окантовку в два раза и накройте припуски. Сгиб должен закрывать шов стачивания рукава и окантовки. Когда все скололи, сметайте. А когда сметали, приутежьте. Также я советую застоять деревянным бутюшком. И уже после проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от края. Далее согните рукав лицом к лицу. Уравняйте нижние срезы рукава. Зафиксируйте булавкой. Уравняйте края окантовки. На вершине окантовки проложите строчку на швейной машине по диагонали. Аккуратно приутюжьте разрез. Со стороны большей части рукава по меткам заложите складку. Сгиб складки должен быть направлен в сторону разреза. Зафиксируйте булавкой и зафиксируйте прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Далее согните рукав лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы. Состыкуйте метки. Скалите булавками. Источайте на швейной машине на расстоянии припуск к 1 см. Далее эти срезы обметайте на верлоке. Шов стачивания рукава приутюжьте. Припуск заутюжьте на перед рукава. Манжету согните пополам изнанка к изнанке приутюжьте. Соедините манжету с рукавом лицом к лицу. Подберите нужную манжету по меткам перенесенным с бумажной выкройки. С одной стороны где нет складки манжета будет выходить на 1 см. С противоположной стороны где складка. Окантовку нужно подогнуть на изнаночную сторону и вот в таком виде приколоть манжету, которая также будет выходить на 1 см. Зафиксируйте все булавками и стачайте на швейной машине на расстояние припуска 1 см. Когда сделали строчку убедитесь, что нет никаких складок или защипов. Теперь согните манжету пополам лицом к лицу. Свободный длинный срез манжеты подогните на расстояние припуска 1 см на изнаночную сторону. Все припуски направьте на манжету и вот так зафиксируйте булавками. Проложите строчку на расстоянии 1 см от края на швейной машине. Срежьте уголки припусков манжеты, выдерните манжету на лицевую сторону, хорошо расправляя уголки. Все припуски направьте в сторону манжеты. Свободный срез манжеты подогните на 1 см и закройте этим сгибом шовстачивания манжеты и рукава. Зафиксируйте все булавками и сметайте. А когда сметали, отутюжьте. Проложите строчку на швейной машине по всему периметру манжеты на расстоянии 1 мм от края. Точно так же обработайте и вторую манжету. Все хорошо отутюжьте. Далее будем втачивать рукав в открытую пройму. Выверните все детали на лицевую сторону. По меткам, перенесенным с бумажной выкройки, подберите нужный рукав к выбранной пройме. Соедините рукав с изделием лицом к лицу. Состыкуйте срез оката рукава и срез пройма изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками. У оката будет очень приличная посадка. Здесь есть два способа втачивания рукава. Первый я показываю сейчас, это когда я все вкалываю булавками. Равномерно распределяю посадки и вот прям почаще закалываю булавками. Такой способ сложнее. Легче способ показан в pdf инструкции. Либо можете посмотреть мой мастер-класс на пошив женского жакета. Там поверху оката нужно будет проложить две параллельные строчки. Затем собрать сборку, аккуратно все приутюжить, чтобы не было никаких складок. Далее соединить рукав с изделием, сколоть все булавками, равномерно распределить складки и сточать. Выбирайте удобный для вас способ и втачивайте рукав. Сточайте эти срезы на швейной машине расстояние припуска 1 см. Далее эти срезы нужно будет обметать на оверлоке. Продолжение следует... Готовый рукав отутюжьте аналогично в точате и второй рукав. Нам остается пришить пуговицы либо поставить кнопки. Смотрите, если вы будете пришивать пуговицы, то по правой стороне сделайте петли, а на левой стороне пришейте пуговицы. Если вы будете ставить кнопки, как я, то посмотрите, как я сделаю разметки. Метку петли я разделю пополам и измерю расстояние до нее. Отмечу на планке. Далее до второй петли измерю второе расстояние и отмерю его на планке. И так все последующие метки. Потом эти же метки я перенесу на правую сторону с изнаночной стороны. Также не забудьте и про рукава, про манжеты. На сторону, где рукав идет со складкой, вы делаете петлю. На пустую сторону вы пришиваете пуговицу. Все метки можете перенести с бумажной выкройки. А кнопки установите с помощью пресса и специальных насадок. Итак, ваша шикарная и очень красивая блузка готова. Ставьте хэштег потыкова блузка скул. Отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых блузок.